Прости, Россия, беды сыновей, Когда бы не усобицы князей, То как же ордом вдали бы по мордам? Стихотворение Эдуарда Осадова «Россия начиналась не с меча», открыла первую в этом учебном году встречу проекта «Читаем вслух». Творчество великого русского поэта и прозаика для себя открыли ученики девятых классов. Многие юноши и девушки читали с вдохновением, стараясь передать гаммы чувства и эмоций лирических героев. Поэтому остальные слушали их с большим вниманием, аплодируя самым артистичным. В тишине-то на покое помечтать о новом не грех. Вот один боец тоскою, глаз сощуя молвил, эх, и заток. Второй качнулся, подавил протяжный вздох, вкусно дымом затянулся и с улыбкой молвил, ох. О родине, войне, дружбе, настоящей искренней любви, мужестве или трусости и малодушии. Темы, которые Эдуард Асадов поднимает в своих произведениях, актуальны и по сей день, а возможно даже вечны, рассказали чтецы. Вечными стали и строки стихотворений. Прошли годы, и уже другое поколение, знакомое с этими стихотворениями, находит в них что-то родное, близкое, душевное. И он был любимейшим поэтом молодежи 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов. И его стихи мы читаем до сих пор. И здесь сидят ваши педагоги, которые, когда учились в школе, я больше чем уверена, что они так же, как я, знали наизусть и про студентов, которые сегодня прозвучат, они студентами были, и про трусиху, и про мальчишку из нашего района, под грозой нашего района, мальчишка из соседнего двора. Следующая встреча состоится 10 октября. Ученики седьмых классов прочитают страницы книги Владислава Крапивина «Мальчик со шпагой». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok